здравствуйте дорогие посетители моего канала извините за мое долгое отсутствие вызвано оно было тем что я была очень расстроена недавними событиями в россии 22 года и решила не выпускать видео потому что я выпускаю развлекательный контент и считала что это неправильно сейчас прошло больше двух лет с начала войны и я думаю что сейчас было бы правильно пересмотреть мою позицию и начать выпускать видео с тех пор как я выпуск выпустила последнее видео я переехала из австралии на остров бурный вы видите сейчас сзади пейзаж который видно из моей спальни тут у нас тропический лес иногда мы видим обезьян здесь они живут летают красивые птицы бабочки и все очень прекрасно сегодня я решила что я хочу рассказать об ароматах которые подлежат разбарахлению потому что в процессе переезда вдруг оказалось что у меня не так много места для хранения моих ароматов и мне нужно уменьшать свою коллекцию уменьшать я начала коллекцию с ароматов tom ford и для начала нужно вспомнить кто кем является том ford это американский дизайнер моды режиссер архитектор и владелец бренда tom ford tom ford родился в 1961 году в техасе его родители были риэлторами это продавцы недвижимости если вы знакомы с работы риэлторов то вы знаете что это всегда хорошо одетые люди очень репрезентабельные и умеющие общаться tom ford тоже перенял этот талант от родителей видимо из этого из провести родители проистекает его интерес к архитектуре он изучал архитектуру и учился в художественной школе после чего когда я говорю художественной школе это не означает художественную школу где дети рисуют все что они могут это означает высшую учебное заведение в америке и как часть программы он был отправлен в компанию клоуи мы ее по-русски называем хлоуи по-английски правильно произносить клоуи по-французски я не знаю и там он проходил интернатуру ему это очень понравилось работать в моде и в 92 году он был приглашен в компанию гучи которая была близка к банкротству и возглавлял там линию готовой одежды для женщин при этом когда он работал в компании гучи владельцем 50 процентов акций был маурицио гучи про которого большинство из вас видела фильмы дом гучи хаузов гучи и между томом фортом и маурицио гучи всегда был спор о дизайне при этом маурицио гучи ожидал что все будет коричневым и круглым атом форт квадратным и черным и если вы видели ароматы том форт то вы видите что любовь квадратному черному и золотому это в крови парфюмерии от тома форда после чего 2006 году том форт открыл свой собственный бренд при этом пока он работал 12 лет в гучи капитализация гучи выросла в два раза мне правда сложно посчитать как считается капитализация от банкротства но после ухода тома форда капитализация гучи составляла 4 миллиарда долларов если компания находится в состоянии банкротства то соответственно она не стоит ничего ее долги превышает ее активы это человек как за все который за что к чему не притронется извините я не выпускала давно видео и это хорошо что я снова начала выпускать потому что у меня моя речь стала не очень хороший поэтому извините будет лучше и лучше и надеюсь это человек который к чему не прикасается все превращает золото и совершенно логично было что он открыл свой бренд который тоже стал очень успешным и после чего 2006 году том форт вместе с компанией и стилла удар открывает парфюмерную линейку если вы посмотрите какими брендами владеет компания стилла удар вы узнаете что это будет прежде всего том форт сама компания стилла удар айрин линейка ароматов которая продается на стендах компания стилла удар бренд аромиз очень старый аромат следующий парфюмерный бренд это фредерик маль и джо малон и как неудивительно киллиан ле лабо они я не назову ориджин с парфюмерным брендом тем не менее они выпускают ароматы в общем такие дорогие и очень популярные бренды на этом пожалуй все то есть вы понимаете что когда вы покупаете аромат том форт аромат киллиан аромат фредерик маль за ними стоит компания стилла удар которая владеет брендом которая принимает большие решения в отношении стратегии этих компаний ну и начну я с первого аромата тома форда и начну я с аромата который покинул мою коллекцию уже это не первый аромат дома том форт этот аромат был создан 2013 году его автор родриго флорес руа французский парфюмер аромат выпущен золотом флаконе не черный квадратный флакон такой же как другой аромат коллекции signature черная орхидея и аромат пачули и снятый аромат солнечная орхидея почему вы знаете нам выросшим в россии если мы вы были в православной церкви то этот аромат и мне очень сильно напоминает именно православную церковь просто ладан хотя в пирамиде заявлено очень много нот ноты сложные лаптанум кипарис горький мандарин естественно ладан свечной воск вот как раз видимо воском и пахнет корица папирус роза жасмин египетский бальзам амбра бензоин даже уд заявлен кедр и ваниль я ничего этого не чувствую я чувствую церковный ладан и аромат довольно плоский на мой взгляд это снятость я понимаю это дорого стоит наверное я его обменяла на другой аромат почему его я просто его не оставила своей коллекции потому что таких ароматов довольно много например у меня есть аромат от армании из линейки армании приве ладан и также у меня есть аромат dolce gabbana вельветовый ладан кстати они очень похожи тоже такой несложный несложный ладан и у меня есть ароматы от дома серж лютанс где ладан более интересный например кушетка дьявла зачем я говорю на русском давайте буду стараться произносить на французском как смогу ля кауч дю диабле дю диабле дю диабле и также другой аромат от дома лютанс амбр султан в котором мне кажется более интересный ладан поэтому сахара нуар ушел из моей коллекции ну и конечно начать разговор вообще об ароматах tom ford наверное стоит с аромата черная орхидея который был создан в 2006 году как первый аромат из дома tom ford также в 2006 году был выпущен аромат так я про это молчу не буду говорить какой черная орхидея 2006 год авторы аромата дэвид эй апель и пер негрин у пера негрина очень много других ароматов которые мне нравятся но черная орхидея пожалуй это не то что мне нравится нужно отдать должное что это достаточно аромат пионер потому что в нем впервые наверное в парфюмерии была передана вот эта трюфельно землистая нота которую мы потом услышим в ароматах нуар де нуар и во многих других ароматах tom ford некоторые из них просто звучат как будто в нуар де нуар добавили еще какую-то ноту возможно когда я буду рассказывать о других ароматах вы это заметите о чем черная орхидея вот об этой землистости об черном трюфеле и орхидее также там есть специи шоколад почему-то его называют мексиканский я его не чувствую и еще заявлено очень много нот цветочных из цветов гордения и ланг жасмин кроме орхидеи еще лотус из более таких цитрусовых нот заявлено сразу три бергамот мандарин и лимон заявлены фруктовые ноты как черная смородина просто фруктовые ноты я вот этого всего не чувствую но аромат очень тяжелый очень масляный землистый для меня он слишком черный слишком темный я предпочитаю что-то более такое менее интенсивное тем не менее аромат пионер потом создавалось очень много ароматов другими домами похожими на черную орхидею много очень любителей этого аромата но также много и ненавистников тем не менее это первый аромат тома форда черная почти квадратная как и любит том форт достаточно оригинальные флаконы таких флаконов таких флаконов до этого ни у кого не было они или или матовое стекло или фарфор я не очень уверена этого аромата у меня никогда не было так я и не удосужилась его купить поскольку настолько настолько сильно он мне не нравился что я даже не купила его как я покупаю другие ароматы для коллекции тем не менее недавно он у меня появился и сейчас он едет из Франции во флаконе Лалик в чистых духах в экстракте 15 мл флаконе когда он придет если он мне понравится в духах то я сделаю обзор и скорее всего я сделаю обзор в любом случае потому что в таких изданиях в духах очень интересно прислушиваться к ароматам именно в духах как они создавались и показать зрителям как это выглядит спасибо следующий аромат который я записываю в эту же категорию это аромат 2007 года на следующий год после выпуска черной орхидеи был выпущен этот аромат он называется нуар де нуар чернее черного да тоже землистый аромат сложный восточный но такой более носибельный чем восточные ароматы да здесь есть ут да здесь есть роза и видимо сегодня мы еще один похожий аромат будем рассматривать этот аромат создавался как темный сексуальный и возбуждающий там тоже есть черный трюфель там тоже есть роза уд пачули ваниль а при этом заявляется дубовый мох и в 2006 году дубовый мох еще можно было класть в тех пропорциях которых их его добавляли в которые его добавляли в винтажные ароматы также здесь есть вот этот восточный шафран наверняка все вы пробовали шафран в том или ином виде и вы понимаете что у шафрана запах очень тонкий почти больничный очень чистый но парфюмерный шафран почему-то отличается от того гурманского шафрана который употребляется в кулинарии и вот это как раз тот случай когда этот шафран добавляет темноты грязи немножечко ну днем носить этот аромат очень сложно наверное он зимний наверное он ночной на темное время суток и название об этом говорит парфюмеры этого аромата Хэри Фримонт но Хэри переводится по-французски переводится по-другому поэтому мне сложно сказать как произносится имя и два моих любимых парфюмера Оливье Кресп и Жак Кавелье неудивительно несмотря на то что я заявляю этот аромат как действительно очень сложный и действительно очень интересный для меня это тяжело носить я это не буду и я это буду разбарахлять тем не менее с 2007 года скоро мы будем отмечать 20 лет это довольно таки долгий срок и на фрагрантики оценка этому аромату до сих пор выше 4 4.32 что довольно сложно достичь даже очень популярные ароматы имеют оценку ниже поэтому несомненно и черная орхидея и нуар это шедевры парфюмерии тем не менее для меня это сложно тяжело и учитывая сколько у меня ароматов мне наверное это не нужно но следующий аромат из той же серии несмотря на то что он создавался как часть совсем другой линейки и был выпущен в 2012 году линейка называлась жардин нуар черный сад в него в этой линейке у меня есть вся и в эту линейку входили ароматы кафе роз про который я сейчас буду говорить жонкуил де нуи нарцисс лис фьюм лилия и омбар де хиа синт с таким образом четыре аромата в линейке и нравится мне ровно три вот кафе роз предполагается что этот аромат должен пахнуть кофе и многие мне советовали именно как кофейный аромат вот хотелось бы пожаловаться на упаковку ароматом ароматов том форт очень часто берешь коробку и нижняя часть коробки выскальзывает я подозреваю что очень много флаконов было разбито тем не менее флаконы довольно таки крепкие и я знаю что у меня одного флакона разбит уголок как раз в результате неудачного вытаскивания вынимания из коробки вот эта коробка 2012 года она более удачная она довольно плотно заходит видео про том форды я буду выпускать в трех сериях сегодня серия про разбарахление следующая серия будет про любимые ароматы и последняя про ароматы которые не могу сказать что очень нравится но и не могу сказать что я их не люблю значит кафе роз выпущен в 2012 году выпущен парфюмеры не указаны удивительно поскольку такой популярный аромат что лучше бы указать парфюмеров тем не менее что я могу про него сказать никакой ноты кофе я в нем не чувствую очень как и в любых других кофейных ароматах мне кажется что то что мы называем кофе в парфюмерии это что то другое мое мнение что в парфюмерии нота кофе еще не была создана поэтому настоящий кофейный аромат мы пока подождем что касается этого аромата здесь много розы здесь много вот этой вот темной ноты видимо это пачули и репрезентация вот этого то что в парфюмере называется кофе но иногда возникает такое ощущение что это нуар де нуар где сбавлены темные компоненты и добавлены добавлена роза для меня это тоже тяжело эта роза мне не нравится кофейная такая слишком восточная но она вполне отражает название линейки черный сад да это именно роза из ночного сада очень темная пахнет землей прелыми листьями еще чем-то таким сейчас этот аромат уже не продается в линейке private blend он продается в других флаконах генерализованных и по более низкой цене возможно он отличается меня нет интереса этого пробовать но тем не менее на фрагрантике у этого аромата тоже оценка выше четырех из пяти что говорит о том что аромат все таки популярен и все таки людям нравится поэтому видимо он до сих пор выходит и даже не в линейке private blend а в обычной линейке тома форд следующий аромат из линейки пачули абсолют абсолютный пачули я его даже не буду распылять сейчас вот как раз случай где отколот уголок видимо в результате вынимания из коробки почему я его не буду распылять потому что я прекрасно знаю чем он пахнет он пахнет аптечными пачули и маслом пачули хиппозным таким как из магазинов хиппи поэтому я не нахожу его интересным возможно для мужчин это будет интересно он все таки стойки у него все таки есть хорошая парфюмерная база вообще ароматы том форд все даже так называем так называемые свежачки они довольно стойки и такие довольно сложные все но почему мне не нравятся ароматы том форд мне кажется в них не хватает вот этой игры которая есть во французских ароматах например герлен почему это происходит я не понимаю мне кажется у ароматов тома форда есть такая же база как у герлен в смысле того что она не такая же база она звучит совершенно по другому вот это вот темная база в том числе вот у этого аромата но она собрана несколько плоско то есть да аромат раскрывается да он сложный но он не играет вот когда меняется температура вот нет вот этой легкости игры хотя парфюмеры у этих ароматов французские в основном те же известные парфюмеры что и у французских брендов они также создаются в лабораториях таких как живодансу например в швейцарии поэтому мне сложно сказать на каком этапе происходит вот это вот уплощение нот то есть все ароматы тома форда они очень настойчиво звучат и они не играют поэтому вот у меня не тянется рука к томом фордам обычно вот сейчас перед разбарахлением я носила некоторые ароматы в офис здесь где я живу сейчас жарко влажно в офисе кондиционер поэтому сложно носить очень тяжелый аромат но тем не менее я пробовала полпшика воздух и носить эти ароматы и опять пришла к тому же мнению что они мне не нравятся настолько насколько например мне нравятся ароматы гирленд вот пачули абсолют если вы любите пачули без всяких извращений вот несколько с такой кожаной нотой более мужской аромат менее даже совсем не женственные несколько такой юнисекс и похоже на ароматы хиппи на аптечные пачули то вот наверное пачули абсолют это то что вам понравится почему нельзя купить просто пойти аптечный потому что здесь все таки есть хорошая парфюмерная база и это все таки парфюмерия это не масло аптечное соответственно он будет на вас звучать как пачули в аромат а не как масло для хиппи семидесятых следующий следующий аромат из линейки которая была выпущена еще до черных садов это была мускусная линейка в этой линейке были ароматы белый мускус мой любимый белая замша и вот аромат жасминовый мускус они выпускались в прозрачных флаконах квадратных белых золотых не черных тоже снятость я купила уже использованный флакон он неплохо сохранился сейчас я его нанесу почему он у меня попадает в разбарахлении потому что я в принципе не люблю жасмин если меня кто-то спросит зачем вы покупаете то что вы не любите то я вам отвечу что этот аромат я покупала потому что я хотела его попробовать я все-таки ищу для себя идеальный жасмин аромат довольно простой я выпущен в 2009 году тоже компания ферминиш швейцарской и автор аромата колис беккер вы знаете что колис беккер делает такие прозрачные очень такие ароматы современные в духе гермес это конечно же аромат с доминирующими нотами жасмина это европейский жасмин и он в общем-то совсем не индольный что мне нравится но тем не менее недостаточно он все-таки достаточно жасминовый чтобы мне не нравится возможно я никогда не найду общий язык с жасмином такое может быть это не значит что жасминовые ароматы плохи просто это не для меня и белый мускус но в этом аромате мускус немного такой старый знаете белый мускус из двенадцатых даже наверное из восьмидесятых потому что тот белый мускус который делается сейчас в парфюмерии он такой более чистый более прозрачный пушистый например в последнем аромате шанель комет очень такой замечательный чистый такой свежий можно сказать мускус порошковый здесь все-таки мускус такой он не потный но он старый он такой старый также в аромате и ланг и ланг ирис пачули ваниль сандалвуд ветивер амбра и лабданум но если мы видим амбар и лабданум то я вообще не понимаю почему их вместе указывают потому что амбар это лабданум с ванилью да всем это знаем нет я такую носить не смогу я люблю мускус но не такой и жасмин совершенно не такой и следующий аромат 2011 года был выпущен как поддержка косметической линии томфорд сейчас на мне кстати помада лос черри от томфорд она предполагается пахнуть нотой аромата лос черри но аромат там очень очень такой малоприсутствующий тем не менее она очень приятно лежит на губах в австралии например линейку томфорд со скидкой можно купить в аутлетах эстилаудер скидки очень даже хорошие и как раз эту помаду я покупала там я не знаю есть ли такие аутлеты в других странах но в австралии томфорд можно покупать достаточно бюджетно аромат джасмин руш выпущен 2011 году как поддержка косметической линейки с ней был выпущен аромат вайлет блонд который я очень люблю и сантал блаж про сантал блаж будет совсем отдельная история потому что это очень особенный аромат для меня что касается жасмин руш я его нанесу сейчас на себя это как раз тот жасмин который я могу переносить удивительно что флакон этого аромата выпускается в красном цвете до сих пор вы можете увидеть его на стендах именно в красном цвете хотя предполагается что жасмин должен быть бело цветочным ароматом и да это бело цветочный аромат там есть нироли кроме жасмина ну и ланг и ланг это желтый цветочный аромат в верхних нотах много специй заявляется но я их не чувствую вот ну что то есть да да есть немножко цитрусового чего то свежего да наверное есть имбирь но в верхних нотах я не чувствую ни корицы ни кардамона ни черного перца который заявляется и в нижних нотах ничего такого темного тяжелого нет вообще это один из сот ароматов который сейчас наверное продавался бы неплохо потому что наверное продается неплохо потому что сейчас есть определенная мода на ароматы которые без характера то есть которые очень сдержанные например такие как габриэль от шанель и последний жадор инфинисимы вот они такие все заровненные они при этом сложные достаточно но пахнет это чем-то таким уходовым просто пахнет люксом пахнет пахнет какими-то дорогими кремами уходовыми средствами поэтому этот аромат для меня более переносим чем другие но я не вижу необходимости в таком аромате для меня поскольку у меня много разных ароматов и жасмин это все-таки не моя самая любимая вот например я открыла для себя аромат costa azura из голубой линейки средиземноморской свежачков мне казалось что он совершенно не юнисекс не унисекс невозможный для носки для женщин так оно и есть на самом деле но он мне не нравился то есть когда он у меня появился он у меня каким-то образом случайно я уже даже не помню я не помню чтобы я его покупала скорее всего я его где-то обменяла на что-то и после более серьезного затеста я поняла что это мужской аромат вчера когда мы его тестили то когда он начал раскрываться сразу все сошлись на мнение ой это мужчина бреется потом прошло пять минут и начали открываться ноты другие не только не только свежие ноты а начала даже открываться нота кожи которая не заявлена в пирамиде и дальше шли комментарии о он собирается на работу он надевает ремень да при том что аромат такой достаточно кажущийся простой мужской колон очень мужской я даже не представляю женщину в таком при том что я иногда ношу мужские ароматы и могу носить мужскую одежду у меня нет предубеждения немножечко как в ту сторону смотрю положительные легко а вот это уже слишком это прямо мужской аромат очень и вот сейчас я чувствую в нем и акватические ноты и если посмотреть в пирамиду то в пирамиде будет и дерево деревяшки и водоросли даже уд но он достаточно свежий чтобы вот этот это не восточный уд всякие различные специи вот кардамон он обычно дает вот это мужское звучание еще мужское звучание дает это сосна елки но вот это как раз в пирамиде не заявлено в средних нотах заявлены лимон мандарин которые обычно заявлены верхних лаванда джунипер джунипер я забыла как это по-русски можжевельник он тоже дает мужское звучание это компонент компонент джина артемизия мертл и в нижних нотах естественно дерево олибанум пахнет обычно как ладан похож заявлен ладан ванила и мастика мастика это в греции такая жвачка есть наверное кто был вы знаете о чем я говорю натуральная жевательная резинка вот такой сложный аромат мне очень нравится у том форда вся линейка вот эта голубая например мой любимый аромат из свежих нироли портофино и мандарину диамалфи да мне очень нравится я нахожу их абсолютно юнисекс но вот этот аромат нет то есть самое интересное что после вчерашнего затеста он мне понравился но он мне нравится на мужчине поэтому он стоит в очереди на разбарахлении я его буду продавать надеюсь я надеюсь я недорого его купила и продам хотя бы за ту сумму я уже ничего не помню то есть как будет так и будет но мне этот аромат явно не нужен и последний из ароматов на сегодня на очередь на разбарахлении это аромат Soleil Blanc белое солнце белое солнце пустые у Тома Форда вообще очень интересные названия когда мы перейдем к некоторым ароматам мы их будем расшифровывать вообще все дизайны и вся реклама у Тома Форда особенно реклама и слоганы и визуальный ряд они очень сильно сексуализированы я не знаю честно это или не честно играть эту карту но тем не менее это явно бросается в глаза сегодня у нас ничего такого не было кстати кто помнит какой аромат был первым в частной линейке Тома Форда напишите пожалуйста напишите пожалуйста в комментариях мне интересно узнать кто-нибудь еще помнит это и у кого-либо есть этот аромат или нет вот что касается белого солнца у меня он вот в таком маленьком флаконе 30 миллилитровом почему я его приобрела я вообще не помню потому что кокосовый аромат это не мой этот аромат кокосовый он это аромат 2016 года вообще Estee Lauder очень любит кокосовый аромат целая линейка бронзовая богиня бронз годес выпускается ежегодно какой-то новый фланкер это очень популярно это кокосовый аромат этот аромат 2016 года как все я настолько не люблю кокос что я даже не хочу его наносить но я его нанесу ну да такой кулинарный практически кокос да я очень люблю кокос кокосовую воду кокосовое молоко мне нравится например живя здесь тайская кухня и малайская кухня особенно те блюда которые основаны на кокосовых на кокосовом молоке и на кокосовом на кокосовом сливках или креме да типа тайского грин карри или малайской лаксы очень сильно люблю люблю кокосовую воду люблю с кокосом рафаэлло но вот ароматы почему-то не заходят так же например как инжир точно такая же история у меня это автор этого аромата натали грация четто мне этот парфюмер неизвестен но аромат неплохой могу сказать что если бы я любила кокос то наверное я бы мне бы он очень нравился потому что он такой кремовый прям такой вот сливочный сливочный кокос в нем заявлены ноты фисташек есть немножко свежесть вот я люблю ноты бергамота красного перца да они здесь есть но тем не менее вот что еще здесь есть здесь еще есть туберуза и жасмин и кокос ну просто для меня такое ядерное неприемлемое сочетание также есть и ланг и ланг и внизу всякое разное типа там амбра тонко бензуин флакон красивый белый квадратный сравнивать этот аромат с чем сравнивать этот аромат с ароматом бичвок от дома мизон маржела с ароматом карла лагерфельда флор орщеди ну и естественно с одессалейл бланк тома форда у эсти лаудер бронз годес конечно же там наверное стоит цистерна с которой наливают все в эсти лаудер я сейчас не удивлюсь если там у киллиана что-то такое есть ну так же сравнивать с терракотой агерлен я не согласна не похоже сравнивают с ванилла вайпс от жульетт хозыган тоже я не согласна при том что я не люблю кокос тем не менее это немножко не то да это вот такой кондитерский кондитерско кондитерско пляшный да вот наверное какой-то такой коктейль можно сделать на пляже с кокосовым молоком именно с кокосовыми сливками вот такими густыми не с молоком а это намного тяжелее молока гуще если вы любите кокос то вот это вот такой прям жирный кокос от которого холестерин повышается кстати вот сегодня все все и почему сначала я говорю об ароматах которые мне не нравятся потому что я их сейчас выставлю на продажу и как бы начнется процесс следующий аромат следующее видео будет об ароматах который мне очень нравится тома форда и которые которые останутся со мной скорее всего очень надолго и в третье видео будет обо всем остальном и как раз в том видео я вам расскажу как отличить подделку тома форда маленький такой нюансик который мало кто знает спасибо за то что посмотрели и оставляйте комментарии если вас что-то заинтересовало задавайте вопросы до свидания